сегодня поговорим о том на чем настоять самогон или как облагородить его это достаточно простой метод доступен он практически всем вам достаточно иметь либо самогон 40 процентный либо спирт разведенный до 40 процентов либо обычную водку из магазина кроме того доступен он всем во всех регионах и ингредиенты которые здесь используются дают возможность вам настоять самогон буквально за 12 тире 24 часа поэтому настойками это назвать нельзя присоединяйтесь поехали здравствуйте уважаемые зрители с вами самого сану и так на чем настоять самогон достаточно быстрый метод который я хочу вам сегодня представить это такой некий лайфхак который может быть знают бывалые самогонщики а для начинающих может быть он еще не известен поскольку в интернете освещается он ну почти не освещается я бы так сказал итак у нас с вами бывают такие ситуации когда вы приходите домой вечером жена говорит что слушай милый у нас завтра на обед придут гости и вы начинаете думать а что же поставить на стол заглядывать а у вас есть просто чистый самогон либо просто водка если вы еще не купили самогонный аппарат а вы хотите как-то разнообразить стол различными напитками что делать в этом случае поскольку времени остается уже меньше суток я конечно буду делать на своем самогоне вот у меня бутылочка самогоном пол литра здесь самогон 40 процентов сделал он был в октябре месяце и уже давно в общем-то отстоялся и что называется готов к применению этот самогон был сделан на аппарате дом спирт аппарат дом спирт представляет из себя как вы видите ситчатую колонну колонна это метр и вы с легкостью получите на ней самогон 96 и 6 процентов спиртуозности то есть в общем-то чистый спирт и этот процесс для вас не будет затруднителен даже для начинающего самогонщика ссылочку на производитель этого самогонного аппарата я оставлю в описании к данному видео и еще один момент если вы смотрите это видео сразу после выхода видео выходит в декабре 2022 года то на текущий момент производитель дает два подарка при покупке данного самогонного аппарата первый подарок это бесплатная доставка до вас и второй подарок это вот такой аксессуар который называется узел отбора вообще на самом деле на мой взгляд тут узлы отбора они так ворвались на рынок самогоноварения достаточно решительно я думаю что буквально через несколько лет они изживут классические дефлегматоры поскольку с узлом отбора работать гораздо проще и начинающий самогонщик может получить спирт 96 процентов буквально с первого раза если он использует узел отбора а вот работы с дефлегматором еще надо научиться в общем ссылочка на эту сетчатую колонну в описании к данному видео а мы с вами продолжаем и так наша задача с вами настоять на чем-то или обогла облагородить самогон хотя честно говоря слово облагородить мне не очень нравится потому что я считаю что грамотно правильно сделанный самогон это и так благородный напиток но боксим кликуха привыкла прилипла что называется и многие называют это облагораживанием самогона настойка это тоже считать нельзя ибо времени у нас там от 10 до 24 часов и это вряд ли будет настойка со всеми отсюда вытекающими последствиями и так в чем суть моего метода вам нужно просто иметь некий запас сухофруктов сухофрукты можно купить везде и в северных районах и в южных районах да конечно их ассортимент несколько разница но тем не менее практически в каждом городе или в каждой небольшом городишке есть магазины которые специализируются на продаже сухофруктов ну либо это крупные супермаркеты там пятерочка магнита там все равно есть отделы где продаются данные товары вообще лучше иметь сухофрукты конечно у себя в запасе они как говорится есть не просят вот у меня есть такой небольшой запас здесь у меня видите изюм сушеные яблоки сушеный апельсин помела но вам уважаемые зрители можно иметь именно то что у вас городе продается здесь вот не обязательно иметь именно такой ассортимент любые сухофрукты вам подойдут я буду использовать те сухофрукты которые у меня есть и так что мы делаем мы во первых вот открываем бутылочку своим самогоном я буду использовать яблоки значит здесь использую яблок очень простой я беру вот такую дольку яблоко режу ее пополам значит моя задача здесь просто-напросто чтобы яблоко пролезло в горлышко бутылки если у вас горлышко не такое широкое что скорее всего вы можете это яблоко порезать на более тонкие полосочки и закладываю их прямо как вы увидите в бутылку я не буду потом фильтровать или еще заниматься какой-то фигомятиной мне это не надо у меня мало времени у меня скоро гости придут поэтому я просто вот таким образом закладываю яблоко как вы видели вот я использовал три чипса этого яблока на пол-литра еще я добавлю наверное апельсинчик небольшой вот один одну такую чипсину тоже режу ее на такие кусочки чтобы они пролезли в горлышко бутылки и закладываю сюда значит я использовал яблоки и апельсин мне вообще яблоки в этом рецепте нравится больше всего честно говоря поскольку ну во первых они всем доступны у многих свои запасы яблок со своего сада вот и дают они очень хороший вкус вот вы можете использовать грушу очень все что у вас есть местных магазинах теперь так вам можно еще добавить сахар но здесь нужно без фанатизма добавлять то есть я убедился в том что сахар в подобном облагороженном самогоне он должен играть роль специи то есть он должен как бы усилить наш вкус наших фруктов но ни в коем случае не забивать их да потому что мы готовим с вами не какой-то там супер сладкий ликер там или наливку мы делаем с вами все-таки просто облагороженный самогон поэтому на бутылочку пол-литра достаточно будет по моему опыту сахара это одна чайная ложка без горки и если вы собираетесь использовать сахар вам нужно засыпать прямо вот сейчас когда вы заложили фрукты дальше в эту бутылочку стряхиваете и ставите в темное теплое место как я всегда говорю буквально на одну ночь после ночи вы вы снимаете бутылку оттуда и ставите в холодильник там она уже ждет гостей я подобные напитки еще раз хочу сказать не фильтрую я не запариваюсь лишь вот она так у меня стояла в холодильнике я ее точно также выставляю на стол если кого-то смущает вот эти кусочки фруктов которые плавают в этом самогоне ну пожалуйста ну наливайте через вилочку как я это делаю прямо за столом это конечно может быть не эстетично зато дешево надежно и практично вот видите у нас бутылочку чуть-чуть постояла уже цвет начинает меняться уже начинает желтизна появляться в этом самогончике вот в общем то и весь метод достаточно просто согласитесь быстро без всяких танцев с бубнами фильтрациями так далее так далее еще раз хочу сказать что такой напиток не может называться настойкой поскольку он практически не настаивался что там 12 20 часов вот и все но вкус у вас будет совершенно другой яблочный мне очень нравится мне очень нравится на груши когда я настаиваю но и другие любые ингредиенты здесь уже уважаемые зрители дело вашего вкуса и вашего творчества можете добавить допустим еще три-четыре изюмины можете добавить помело так далее так далее нет никаких вопросов и так если у вас есть поблизости магазин с сухофруктами вы всегда можете воспользоваться данным методом настаивания самогона на этих сухофруктов и получите к своему застолью прекрасный напиток с новым вкусом как я говорил метод универсальный он подает и для самогона и для водки и для спирта разведенного до 40 процентов но лучше конечно делать на самогоне а хороший самогон как я сказал вы можете сделать вот на таком аппарате дом спирт ссылочка на который в описании под данным видео а на сегодня все с вами был самогон саныч подписывайтесь на канал будет много интересного подписавшись не забудьте нажать на лайк пишите комментарии а вам уважаемые зрители здоровья и веселых застольей а